Друзья, всем большой привет и это парк Алицкий. Я буду говорить немножко тишет, потому что здесь все-таки люди отдыхают и не хотелось бы орать на весь парк. Потому что я пришел сидеть с детьми и у меня тоже один из демоков сейчас отдыхает. Так вот, возникает вопрос иногда у людей вообще откуда столько денег, чтобы создать такой парк, потому что мы находимся в его отдаленной части и здесь, так скажем, это самая-самая его окраина. Такая вот аллейка здесь сделана, тоже деревянная. И возникает очень часто у людей такой вопрос, откуда столько денег, чтобы выделить на такой парк. Ну, чтобы вы понимали, здесь не просто вложены миллионы, здесь вложены, скорее всего, миллиарды. Были мы сегодня утром в одном из фонтанов в самом начале, где-то в том районе. Там есть фонтан интересный и для того, чтобы растения вот так вот держались на стенах. Были сделаны специальные такие вставки туда из шпилек и рымов. Так вот, рымы сделаны все из нержавейки и цена каждого рыма, ориентировочно, берем так, самую минимальную цену, берем там 250-300 рублей за один рым. Вот, чтобы вы понимали, там их примерно полторы-две тысячи только этих рымов. Я уже молчу про шпильки, про работу, про закупку, про все-все-все остальное, то есть только одних каких-то гребаных рымов, там больше, чем на миллион рублей. Вот, вот эта вот аллейка, она идет туда очень далеко, то есть, ну, примерно метров 700, могут метров 500 туда добираться, вот в ту сторону. То есть, это все сделано из дерева. Дерево, оцинкованная конструкция, такая вот интересная. Дерево, чтобы вы понимали, не просто какая-то там сосна. Это идет либо листница, либо даже идет бук, не скажу точно, потому что не видно уже по структуре дерева. И дерево было сделано все очень хорошее, шлифованное, с выборкой. Вот, то есть, здесь не дешман. Не дешман в прямом смысле слова, потому что, видите, качество исполнения очень хорошее и плюс здесь идет два яруса. Два яруса, то есть, это, ну, прям конструкция-конструкция и выходит вот туда вот к фантану. Так вот, все же возникает вопрос. Сколько здесь было вложено денег? Возможно, есть какая-то информация в открытом доступе. Возможно, где-то есть подробная информация. И это только парк, и это только маленькая часть этого парка. И здесь посажены элитные сорта деревьев, и есть необычные, и пальмы, и чего здесь только нету. То есть, есть там, по-моему, даже где-то Баобаб растет. И буквально недавно компания одна, компания Доминант выполнила заказ. Тут есть монумент, внутренний ребенок. Мы им поставили краски станок по маркировке, вот, и делали табличку. У меня даже где-то есть отрывки видеороликов, где мы там пристреливались по этой табличке, вот, делали пусконалазочные работы. Суть не в этом. Суть в том, что все это, ну, прям стоит приличных денег. И тот же самый стадион, который здесь же находится. И зачастую, чтобы у вас было понимание вообще, откуда эти деньги, я объясню все очень просто. Если вы хоть раз что-то покупали в магазинах Магнит, то это, в принципе, ваши деньги. То есть, это вложена здесь частичка ваших денег. То есть, вся финансовая часть, ну, по крайней мере, большая часть финансовых денег, имеющихся у того же самого Галицкого, она сделана именно на магазинах Магнит. Я не буду сейчас копать в глубину истории, потому что вся история, которая есть в интернете в свободном доступе, она немножко неправдоподобна. И все, что он рассказывает про того супергероя, который сам везде все устраивался на работу, достигал за полгода вершин в банковском деле, в открытии фирм, организаций, все остальное. Это, знаете, как говорится, красивая история. Вот. Реальность такова, что продукция магазинов Магнит на тот момент, когда они были запускались и когда они работали, там 2000-2005 год. Я понимаю, что история начинается с 1995 года. Магазина, первого магазина открытого в доме быта в городе Новороссийске. Я лично участвовал, присутствовал в этом процессе. Как говорится, открытие. Маленький паренек, который все это видел, как это происходит в момент, то есть открытие. Вот. И скажу вам честно, да, это был шок для людей, когда народ мог потрогать продукты сам, то есть это не за прилавком, то есть находились непосредственно в контакте напрямую с продуктами, брали в руки их, клали себе в тележку. И это был первый супермаркет самообслуживания в городе Новороссийске. То есть, ну, по крайней мере, то, что люди знают, то, что люди помнят. Да, люди воровали очень много, продукты были, в принципе, достойного качества. Ну, так как магазин Магнит развивался, расширялся, естественно, качество продуктов снижалось, потому что сам магазин Магнит регламентировал цену на продукцию, которую будут вся продавать. И фабрики, заводы, организации, какие-то комбинаты продуктовые, они выполняли продукцию по тем ценовым нормативам, которые требовал заказчик. И, естественно, качество продукции очень было такое низкого, я скажу вам честно, низкого качества, но все люди покупали все равно продукты, потому что цена являлась очень тоже низкой. Вот и теперь задумайтесь, что тот же самый Галицкий продал свой пакет акций, который оставался на тот момент, там, по-моему, 40 с чем-то было процентов, и получил от ВТБ, по-моему, 119 миллиардов рублей, что является колоссальной суммой. Если брать в общей массе, то денег должно было быть со всех акций, то есть со 100 процентов, ну, так скажем, примерно 250 миллиардов. Это все деньги именно наши, наши вложенных за счет того, что мы купили продукты, то есть понимаете, сколько мы, ну, по сути, то либо бывает порой переплачиваем за товарооборот, либо порой бывает что-то недополучаем с товара, за который платим достойные деньги. Вот такая вот ситуация. Ребят, ну, парк, честно скажу, классный, классный о том, что можно, в принципе, сидеть на газонах, отдыхать в таких вот аллейках, вот. В целом скажу, что Галицкий сделал, в принципе, за эти деньги, то, что было соблажено много-много миллиардов рублей, там, я думаю, это, ну, прям приличное количество. Я считаю, это плюс огромный, потому что, ну, что можно сказать в этом плюсе, опять же, то, что мы можем здесь гулять спокойно по газонам, дети бегают по фонтанам, вот. Есть такой вот классный песочницы большие, это, опять же, одна из песочниц, то есть это такая одна из крупных песочниц, здесь есть еще где-то там такая небольшая детская, то есть будет чуть дальше, есть еще песочница там со стенами разными, то есть здесь, на самом деле, тематика очень такая широкая, большая. Да, есть небольшие недочеты, которые меня, допустим, немножко напрягают. Здесь нету конкретных путеводителей, карт, направлений, либо маршрутизаторов, либо какие-то стрелочки, указатели, куда идти или как идти правильно, то есть найти туалет здесь тоже невозможно. Вот, и я так понимаю, что здесь туалет в парке только лишь один-единственный, где-то он там возле амфитеатра находится, где-то, где-то в том районе, опять же. Но, в целом, скажу сразу, плюс огромный то, что, ну, езди отдохнуть, это считается один из лучших парков в Краснодарском прае, то есть, ну, один, наверное, даже из лучших, наверное, по северокавказскому региону. Вот, и в целом, да, он достойный. Есть, опять же, небольшие нюансы, не знаю, конечно, чем они связаны. Это контроль за этим парком, потому что, допустим, здесь вот, ну, что понимали, вот в этой части парка имеется водяной там аттракцион, то есть, там можно потом прыгать, клацать, там были даже, по-моему, музыкальные какие-то клавесины такие прикольные, то есть, там какие-то еще были моменты, там где-то дудочки всякие разные, они уже, к сожалению, не работают. И, ну, я так понимаю, что они не работали, по-моему, даже и в том году, или плохо уже работали. И все это как-то вот так вот потихонечку затухает. Я так понимаю, что если таким темпом все будет продолжаться, то через года 3-4 этот парк ничем не будет отличаться от обычного парка городского, где есть какашки, алкаши, бутылки и все остальное. Но пока в целом все очень круто. Ребят, ну, я думаю, примерно наглядно я объяснил свое мнение по поводу этого парка, по поводу ценообразования, откуда вообще взялся парк, за счет деньги взялся. Вот. И, в принципе, вкратце их рассказал про то, что здесь вообще есть и про все нюансы этого парка.